Продолжение следует... Но не нужно делать это на проезжей части. Поспорив и не притронувшись к баррикадам, разошлись. Тем временем у Киево-Печерской лавры собираются участники крестного хода, у которого две главные идеи. Большинство православных людей против безумных нападений мятежников на милиционеров. Русь должна быть духовно единой. Что Россия, Украина, Беларусь – это и есть Святая Русь. С иконами и хоругвями пара сотен человек идут к Верховной Раде. Вот буквально после прохода колонны появилась наклейка. Включаю, я потребуюсь за все меньше позиции. Слава Богу, она хорошо занимается. Пока что у дружины. В Мариинском парке у православных молитва. Митингующие за парламентским забором их снимают, верующие в ответ предлагают им целовать иконы. Я против того, что мы входили в Евросаду. Против. Нам Россию надо. Таможенный союз – это наше спасение. Сегодня особых изменений в Мариинском парке мы не заметили. Разве что у штабной палатки появились новогодние елки. Сейчас внутри идет совещание. Лидеры обсуждают, что делать дальше и как встречать Новый год. После совещания полевой командир палаточного городка в прошлом нардеп регионал Олег Калашников рассказывает событиям. Свою задачу организаторы акции считают выполненной. Ведь президент к ним прислушался. Ну вот существует мнение, я могу сказать, мое мнение Олега Калашникова. Новогодние праздники. Праздники, связанные с семейными ценностями. Великий, мудрый народ Украины должен проводить и встречать кругу семьи. Но окончательно о своем решении объявят во время завтрашнего митинга. Майдан же готовится к завтрашнему вече и празднует своеобразный юбилей. Стоят тут ровно месяц. К дате на одной из баррикад даже открыли фото-выставку. Ирина Ромалийская, Виталий Тарасов, Александр Сафронов. События.